Я прям как сестрица Аленушка. Мог, резина. Держись. Да, есть сейчас такие очень интересные домашние лебедницы. Маленький бегемотик, и он может резвиться к фруду, тогда он только рыб поймает и ест. Северные бегемотики, акклиматизированные. И подогревчик. Друзья, здравствуйте. Мы в гостях у Георгия. Георгий, спасибо, что пригласил. Георгий решил апгрейдить свою систему фильтрации, о которой мы говорили в том году. И в том, и в год до этого. Минут 5, 10, 5, 4, 5. Нет, только в том году. Мы показывали несколько вариантов фильтрации. Георгий решил ее улучшить. И я надеюсь, он сейчас нам расскажет свою идею оборудования, которое планируется. И мы, кстати, пруд, перестроили пруд. Скоро туда поселятся карпы кои. Мы покажем, насколько вода прозрачная, как хорошо карпикам, и как вообще классно можно отдыхать. Ее, кстати, можешь думать, бегемотика маленького запустить. Да, есть сейчас такие очень интересные домашние гребенцы. Маленький бегемотик, и он может резвиться к фруду, тогда он только рыб поймает и ест. Северные бегемотики, акклиматизированные. Не, подогревчик был. Чего, серьезно? Такой розовый. Но вы помните, друзья, мы около 5-10 тонн камней положили по берегу, красивых уральских камней месторождения Усть-Гай, поправили беседку, и теперь там классно. Была беседочка низкая, которая, в общем, задевала головой за переборки. Итак, я расскажу, что это такое. Георгий, расскажи, пожалуйста, что это такое у нас. Итак, друзья, у нас были тут очень простые системы. Насос, шланг, колготка, бочка. А, точно. Да, колготки были у нас. Да. У нас теперь будет система поинтереснее. У нас будет донный забор, потом будет вот такой насосик для бассейна. Это прифильтр, очень удобная штука. Сюда поступает грязная вода из труда. Ладно, я не подприкалываюсь, буду серьезно говорить. И вот с ветками можно вместо скиммера, вот здесь вся грязь собирается, это убрасываем. Даже я пробовал на нитчатке, у меня в аквариум при запуске было много нитчатки, и все это собирается здесь. Я не знаю, это как бы каждый найдет насос с перефильтром для бассейна, их много. Это фирма Эспа у нас, испан. Да, это испанский, но это как бы крутой, мажорный, дорогой, надежный, можно купить себе попроще. В чем плюс? То, что качает на 15 метров высота подъема, это, получается, на 15 кубов насос в час. Соответственно, потребляет очень много. Такой китайский будет потреблять там ватт 500, а этот потребляет 1,2 киловатта. То есть, ну вообще, энергоэффективности никакой. Зато он дает большое давление, и может прокачивать воду без потери вот этого объема, с маленькой потери, через слой песка. То есть, первый этап... Подъем 15 метров. Да, высота подъема, вот тут написано, работа до 40 градусов. Отлично. Хорошая штука. Это однофазный насос. Есть трехфазные такие, но, как правило, больше мощности. Охлаждение воздушное, мотор надежный, крыльчатка неубиваемая. Но самое главное, что механическая грубая очистка, это вот этот префильтр, сетка. Одним движением. Да, очень быстро все. Да, все выкинули грязь. И все. Короче, два раза везла. Потом пошла у нас вода на бочку. Она, то есть, очистилась от грубой грязи. Всякие водоросли, листья, палки. Я об этом не переживаю. У меня это все там собралось. Ну и не так много будет, потому что я сачком там вылавливаю. Поэтому эта корзинка не будет переполняться слишком сильно. Там не надо будет каждые два часа ее там чистить. То есть, там раз в неделю можно. К тому же, насос есть там умная система защиты. Если он перегревается или еще такое, он вырубается. Но потом опять там, я не знаю, запускается или нет. Но, наверное, стартует. Там все автоматика есть. Потом у нас будет вот здесь песок. Бочка с песком. Каждая бочка имеет, ну, как бы, на свой объем рассчитан на бассейн. Ну, или вот в данном случае пруда. И на свою мощность насоса. Это очень важно. Также насос, бочка и диаметр труб, по которым делается вся вот эта вот прогонка воды, они все друг с другом соотносятся. И, соответственно, нужно это соблюдать. Или, потому что, если вы сделали что-нибудь неправильно, слишком мощный насос поставите на маленькие трубы, на маленькую бочку. У вас будет там кавитация, всякие неприятные эффекты. Если слабый насос на большую бочку, тогда при обратной промывке у вас не будет промываться субстрат. И все будет там зарастать. Потом все это будете выколупывать, мучиться оттуда. Соответственно, здесь у нас что есть. Сюда вода поступает через шестипозиционный вентиль, который имеет шесть положений, соответственно, что вытекает из его названия. Я не буду их перечислять. В общем, это стандартная история. Сейчас покажем крупным планом. В общем, сейчас система еще не обвязана. То есть, я просто еще делаю площадку. У меня все это будет потом, вся эта любовь закрыта домиком здесь, коробом с кровлей. Будет все подниматься, открываться. Удобно, короче. И тогда расскажу про вентиль. Система, когда фильтрации положить, все меняется он вот так вот ручкой. Получается, грязная вода зашла. На положении фильтрации она распыляется сверху. Здесь у нас песок проходит сквозь песок. Снизу специальные пальцы называются щелевые фильтры, в которые проникает вода, отфильтрованная. Но не проходит песок. Вся грязь на песке осадится. И чистая вода обратно в голову возвращается и идет дальше. Дальше ультрафиолетовая лампа у нас. Она убирает излишки бактерий. И потом поступает в бочку, где у нас будет кипящий слой загрузки. И потом обратно в пруд. Вот весь круг. Теперь число и загрузка это пластиковые шарики, которые встают бактерии. И обрабатывают воду, чистят ее по азотному цепку. Да, то есть там уже будет чистая вода, не будет ничего зарастать, забиваться. Колготки уже... Колготок уже не будет. Вместо колготок у нас вот этот. Вот это песчанин. Вот это песчанин. Но это сильно удорожание. С тем, что там насос стоит 40 тысяч, там бочка стоит 1020. Ну то есть вот она, колготки стоят 200 рублей. Скажи по выпало цене примерно, что у нас насос. Но насос вот этот на 15 кубов стоит 40 тысяч, да. Ну вот так может подороже. Но это хороший, как бы дешевый, можно найти там и за 15, наверное, за 10. Но немец такой может и под 100, и под 120. Так что это очень хороший очень насос. Ну да, наверное, наверное. Здесь у нас есть манометр. Покажем манометр. Масляный манометр, который будет нам показывать наше давление внутри бочки. Потому что насос это большое давление. И у нас есть здесь три зоны. Зеленая, это значит фильтрация идет нормально, скорость потока хорошая. Желтая она замедлена. И когда красная, надо промывать. Но я обычно промываю, когда верхняя граница зеленого, чтобы скорость потока, обмен, он не уменьшался. То есть, когда фильтр забивается... Манометр это у нас показывает все, да. Очень удобно. Собственно, это диффузор, распылитель, по которому распыляется грязная вода, которая из пруда поступает. Здесь все 50 трубами сделано. Ну и также грязная вода сюда потом утекает. И щелевые фильтры снизу. Мы еще не сказали, у нас после, получается, вот этой бочки будет стоять еще 75 ватт ультрафиолетовой лампы. Но кто следит за жизнью моего пруда и нашего Сергея Проекта, тот уже это знает. Получается, будет через бочку проходить, вся грязь там оставаться, да, очень мелкая. Грязь, наш песок, там 0,8-0,4 миллиметра. Это очень мелкая фракция. И он все улавливает вообще. Поэтому потом будет стоять ультрафиолетовую лампу, бочка и все. Хотя, наверное, я уже повторился. Слушай, а в прудовых фильтрах есть для этих бочек бусиничный фильтр. Загрузка бусиничная. Ты не тестировал бусиничную? Я сделал его сам. Мы уже вам показывали. В том году это была как раз бусиничная у тебя загрузка. Да, битфильтр называется. Но вообще ставится тоже, где большая будет нагрузка, много грязи, много рыбы. Он типа там, ну там гранула больше в диаметре, чем размер песчинки. Соответственно, он хуже фильтрует. Но типа он якобы дороже получается. И сами гранулы дороже, чем песка. Песок каленый, он еще не стоит. Песок хорошо тоже как биофильтр работает. А бусиничные у нас их в продаже нет. Ну и как бы самому делать, я делал. Но всем приходится неудобно. И вот там обратную промывку сам так не продумаешь, не сделаешь. Все-таки это заводская байда. Ее ногой пинай. Это там углепластиковое волокно с эпоксидкой. Не знаю, сделано все нормально. И по цене получается уже этот готовый как-то только бочка. Друзья, но если песок все-таки забьется, есть такая гипотеза, что при большом количестве рыбы и все-таки в прудах, загрузка песчаная может быстро, ну скажем так, забиваться. И придется ли песок менять, либо перейти на бусиничную загрузку. И возможно даже хватит. Нет, есть бусиничные это одно, это пластик. А есть еще стекло. Это тяжелый объект. Пластик отсюда будет вылетать. Но пластик даже тонущий, даже стоп-квадрящий. Ну голландские фильтры завозили. Мы ставили вот такие же фильтры, голландские фирмы Сибу. Они дорогущие, конечно, прям просто ценник в десятки раз дороже. Просто из-за имени. Но, тем не менее, там была применена бусиничная загрузка в этом фильтре. Там она перемешивалась сильно. И как раз они говорили о том, что песок будет забиваться, а бусиничные не будут забиваться. Не будут. Но, соответственно, если не забивается, значит и грязь не задерживает. И как если перемешивается? Нет, грязь задерживается, но меньше, чем песок. Но, опять же, тут может быть зависит от того, как часто песок промывать будем. Ну по манометру промывать. Ну вот это мы все покажем в это лето. И у тебя будет как раз и карп, и кое, и все это. Да, мне интересно, но я не буду много грузить сюда рыбы. Посмотрим, что будет. Очень интересно, на самом деле. Я, честно, даже не жалко денег. Просто попробовать хочется. Потому что мне тоже многие говорили, что, ой, какая-то фигня на улице. Это все нельзя, там нечасто все зарастает. Но я говорю, у меня нечасто, когда вот рыбы начали в аквариуме ее рвать. Ну, как бы, но день. Я ее там пару раз почистил от прифильтра, и все нормально. Расскажи, пожалуйста, коротко о пруде. Как тебе реконструкция? Да, просто пушка. Ну вот, друзья, налили воду. Сейчас я покажу. Вода такая. Немного берег. Сейчас мхом еще, да, доработаем? Камешки, краешек, видно камешек, краешек, резину. Я его уже накопаю, сам положу. Потому что сейчас я закончу монтаж оборудования. Здесь еще тоже буду всяко лазить. А потом уже береговую линию мхом подобью. По рекомендации мастера, специалиста. И все у нас будет красиво, потому что здесь мх уже прижился рядышком. Вот, друзья, летящий камень, или как он? Парящий. Парящий. Немного на один камешек у нас песчаник торчит. Будем, наверное, закрывать его кокосовой веревочкой. О, смотрите, мы собрались на... Вот, кстати, знаешь, меня что радует больше всего после реконструкции, что я могу вот так делать? Что... Ты помнишь, какие эти плиты были тут ужасные? Да, да, да. Вот эти все такие плиты, и мне было страшно здесь реально ходить. А сейчас вот эти волны, как бы... Ну да, я тяжело там больше таких играм. Даже вот по этим, если не большим, я хожу, и они, в принципе, никуда не деваются. Ну да, все это без раствора. Вот такой вариант. Вариант укладки мха. Вот камень. Я прям как сестрица Аленушка. Резина. Как сестрица Аленушка. Ну, у меня слезы радости. Очень классно, очень классно. Такой красивый. Еще и красный, белый, серый. Какой-то еще офигенный камень. Друзья, хочу напомнить, что у нас записан, у нас курс после листа прудов. Если вы ландшафтный архитектор, дизайнер или строитель, хотите повысить компетенции, или начать новый бизнес, или открыть новое направление в бизнесе после листа прудов, сайт водоемов.онлайн, мы оставим ссылки в описании. Заходите, оставляйте заявку, мы вам перезвоним и ответим на все ваши вопросы. Дело серьезное. Никогда не поздно получить новую профессию. Да, это тема строительства прудов только-только в начале своего развития. Я вот, кстати, хотел сказать. Можно зайти первыми. В самом зарождении стать номер один в своем регионе. Друзья, ну что ж, спасибо Георгийу еще раз. Не упасть буду. Спасибо тебе. Я очень рад, что Георгию нравится пруд. Мне он тоже очень нравится. Главное, чтобы у Георгия быстро прудросли карпы кои. И здесь плавало, как и в прошлом году, сотня килограммовых карпов. Ну да. Еще бы приучить их кушать, чтобы они прямо на камне выходили и чавкали. Чтобы рыба вышла из воды. Это мы ускорим процесс эволюции. Да? Да. Друзья, спасибо за внимание. До новых встреч. Строим воды правильно. И всем добра. Не, ну мы можем, конечно, попрекалывать. Это прям так и начало написать. Как мы сидим, друзья, здравствуй. Мы не знаем, как это кости у вас есть. Так, ну-ну, так. Это удлинитель. Сюда включается насос. Так, ну что, поехали, да? Наоборот, я же такой, знаешь, такой, Глен. Еще подожди, домой зайду, такую пачку возьму. Так, так, так. Все хорошо, да, отличненько, всем рекомендаем. Держись. Боже, блин. До новых встреч. Я сейчас уже. Слушай, молодцы, прикольные. Ну, а как людей... Как людей живут? Ну, а как людей живут? Давай. Я вон. Давай. Продолжение следует...